доброе утро дорогие мои вы на канале привет ангелов с вами народный батюшка мира и добра вам от пресвятой троицы я оглянулся маленькая стала свечка давайте мы такую небольшую беседу и проведем на тему само дурство вот как у меня что-то думала-здумала что это само ну давайте так вот само дурство вот само безумие конечно это можно искусственное безумие которые происходят правильно она и женщин мне говорит чаще всего с мужчинами с мужчинами поскольку она мне высказала упрек ну что вы напали на женщин старых называете их старыми дурами и всячески объясняете почему они без ума мужчин это посмотрите каковы и посмотреть конечно есть на что но прежде всего конечно стоит посмотреть на статистику я уже не в первом ролике здесь могу еще раз сказать что например у нас мужчин моего возраста в районе в три раза меньше чем женщин и статистика говорит что это по всей стране примерно так а где те мужчины которые не дожили до этого возраста и я вам скажу из своего опыта что тех кого я знаю погибших в большинстве случаев унесла либо алкоголь либо ну наркомания наша не страдала конечно поколение это немножко позже поколение вот моих детей поколения оно еще и от наркомании в огромном количестве погибло сколько их останется к нашему возрасту я вообще не представляю сейчас уже у них статистика такая примерно такая как женщин то есть после 40 и мужчин после 40 ну очень большая разница тоже в три раза а что будет к 60 к 65 там к выходу на пенсию я вообще не представляю у нас в ивановской области средняя гибель средняя смертность мужчины 64 года средняя продолжительность жизни 64 года а на пенсию должен будет выходить в 65 кто там будет на пенсию выходить и я скажу умные только умные потому что гибнут ну давайте уж как к женщин подойду гибнут дураки и еще раз повторяю что большинство из них на моих глазах погибло от алкоголя от алкоголя и поэтому меня вот просто ненависть к алкоголю я терпеть не могу тех кто выпивает вот прямо даже если немного выпивший человек для меня он становится неприятным а уж если он пьяный да пристает да разговаривает ну да поговоришь но это так все таки мешает осознание его как умного человека то есть и тем более все время жалость какая-то возникает что вот он сейчас такой бодрый вот он такой а алкоголь дает страшную вещь они становятся самодовольными они становятся горделивыми они становятся таки удовлетворенные и тупые и тупые и он прячет все это вот владельца всех этих качеств за выпивкой или за болью которую них между выпивками происходит это же страшная боль вот это ломка это алкогольная ломка как и наркотическая ломка она причисляется к тому что обожжено три четвертых тела вот так мне объясняли специалисты которые замеряли как как же ему тяжело как же а у него внутри обожженные все органы этим спиртом и они болят внутренние органы у нас точно такие же чувствительные вот попробуйте спирт значит подержать день два три на коже что будет что будет а там внутри эти органы еще более чувствительные и меньше защиты здесь у нас семь слоев кожи защищает от ожога а как только что-то срывается капните попробуйте спиртом ой 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 да йодиком помазал ранку а когда ты бутылками заливаешь если не бутылками то несколькими бутылками пива спирт то везде одинаковый это только кажется что пиво безопасный напиток там 12 градусов это смотря сколько ты выпьешь если ты выпил бутылку 40 градусов пол-литровую а пиво выпил там 5-6 литров я видел как 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 пьют я я был вообще в полном шоке что столько можно вы так ты эти 40 градусов набираешь быстренько и тот же самый эффект тоже та же самая проблема и поэтому они живут между болью вот когда их ломает надо надо им что-то сделать деньги получить на что где-то денег срубить как иногда говорится а потом их истратите в блаженном состоянии быть самым умным самым крутым понимать что происходит в мире знать что происходит вокруг долбать каких-то значит тех кто не хороший человек они что-то не понимают они что-то не знают и пока не упьется пока вот не упадет там есть несколько стадий конечно начало добрые стадии потом горделивые стадии а потом как свинья значит хрюкающие стадии как там сначала жаворонкам потом орлом потом свиньей так по моему такой у нас есть и вот это то к сожалению и можно назвать само дурством то есть сам себя человек делает дураком ему вообще не кажется так тем более по дефициту трудовых ресурсов страна иногда это совершенно нормально терпит или те рабочие компании терпят что такое происходит я уж не буду указывать пальцами где чего но я очень часто вижу как до обеда работают в обед уже что-то ухватили а иногда и приходит просто вот с утра ухватили меня один знакомый что не приглашает поработать все время сталкивается только с одним что либо сразу приходят такие либо после обеда выходят такие и что и как а потому что уже очень сложно осознать на рабочих профессиях на на сельскохозяйственных профессиях людей качественных которые были бы умные которые своим умом бы зарабатывали сейчас умом заработать очень сложно очень трудно теперь умный человек это тот кто вот программирование знает кто менеджмент колсалтинг и так далее я вам много всего могу назвать потому что сам для того чтобы держаться в какой-то такой вот на плаву все-таки в четырех высших учебных заведениях учился это не считая того что каждый день все равно учусь учусь еще чего-то еще чего-то стараюсь и стараюсь не пить субботу после банки там надо сосуда почистить своего 12 градусного вина стаканчик вот вся доза и я считаю что вот это действительно достаточная доза для того чтобы почистить мозги там происходит все таки закупорки все этими холестеринами и так далее кстати не страдают холестеринами алкоголики но умирает нет холестеринов на умирает от отказа других органов поэтому драйв в том числе и мозга в том числе и мозга это надо осознавать что очень много и гибнет потому что то сгорели то угорели то в аварию попали на дороге гибнет одна треть в алкогольном состоянии опять алкоголь вот так мои хорошие так что давайте про мужиков говорить будем осторожно и ценить выживших выживших потому что я вижу некоторых выживших которые прожили вот то состояние и были алкоголиками так далее и я их очень уважаю но я вижу что они потеряли время что у них ограниченность мышления они вроде говорят теперь умные вещи и все остальное а мозг то перестает нет он все время обновляется но его основное развитие все-таки до 40 лет происходит вот вот он после этого только обновляется стабилизируется или уменьшается у алкоголика кстати в три раза меньше мозгов чем у умного качественного человека ему только кажется у него остается самое необходимое для его жизни и вот ему кажется что он умный умный он все умнее ты умнее это но если ты квасишь то ты знаешь что каждый день бутылка пива уносит два миллиарда клеток головного мозга а бутылка водки уносит 10 миллиардов клеток головного вот мозга а восполняется у нас в день естественным путем где-то 6 7 а то 5 а у некоторых еще меньше если они не имеют правильного питания тогда как ты можешь умнеть от того что ты мозги свои убиваешь и убиваешь и это вот такое искусственное слабоумие или искусственная деменция и к старте что они такие но их совсем мало кто вот бросил и выжил ну совсем я насчитаю три четыре человека наверно как каких я знаю остальные выжившие бодренькие в хоре поют на потому что они так не пили вот так так что вот так про мужиков да действительно говорить грустно ну простите меня женщины вся надежда то есть женщины уже после 50 в основном как говорится двигатель жизни а уж после 60 70 им одним и приходится жизнь свечка закончилась беседа наша конечно не последний раз такая происходит поэтому желаю вам женщины оставаться без старческой деменции для этого применяйте то что рекомендуется там средства то есть усиленные занятия какие-то мозга проверка себя на агрессивность как у вас появляется неоправданная агрессивность это значит у вас может началась уже ну а мужикам просто хвалю тех кто выжил и всячески желаю жить долго и и сохраняться в уме и здравии здоровья всем радости аминь